Завершается первый этап формирования национальной программы по развитию Дальнего Востока. На специальном сайте любой житель страны может оставить свое предложение. Всего к данному моменту таких предложений поступило уже около 13 тысяч. Как россияне предлагают развивать Дальний Восток в репортаже Ксении Брониславской. Инициатива исходит не от чиновников, а от местных жителей. Это главная идея национальной программы. В нее включат лучшие предложения. Их собирают на сайте dv2025.rf Судя по данным сайта dv2025, от жителей Хабаровского края поступило более 2000 идей. Самые популярные касаются тарифов на коммунальные услуги. В частности, пользователи сайта предлагают компенсировать затраты из федерального бюджета. Также в списке предложений реконструкция лыжной базы в селе Ильинка, строительство 50-метрового плавательного бассейна в Хабаровске и модернизация трамвайных путей. Согласно замыслу, новая национальная программа должна остановить отток населения. Начиная с 90-х годов прошлого века, Дальний Восток покинуло почти 2 миллиона человек. Осталось 6. И все это несмотря на рост экономических показателей, которые регулярно появляются в официальных отчетах. Растет главный показатель экономического роста. Кстати, темпами выше, чем в целом по России. А число занятых сокращается. Казалось бы, налицо рост производительности общественного торга. Но, конечно, это все не так. Предложение, как улучшить жизнь на Дальнем Востоке, готовят и депутаты. Нужна транспортная доступность и в первую очередь внутри региона. Облегчит жизнь и выравнивание тарифов на всей территории края. Не могут люди за двукомнатную квартиру платить 7-8 тысяч. А на селе 12-11 тысяч тоже за трехкомнатную квартиру. Не могут. Из каких бюджетов будут выделяться деньги на воплощение идей, пока не оговаривается. До 15 марта самые актуальные предложения оформят в единую программу. Окончательный вариант национальной программы должен будет утвердить президент.